Я хочу начать свою беседу с фрагмента из книги отца Джона Мэйна, которая, на мой взгляд, очень ёмко и чётко описывает этот общий вопрос, к решению которого призваны все традиции созерцательной молитвы, и современные, и древние, и новочесные, и старожидные. Этот вопрос звучит просто. Как молиться непрестанно, как молиться на глубине? Это вопрос звучит просто. Как молиться неустанно и как молиться на глубине? Отец Джон Мэйн пишет. Идея о том, что христиане должны молиться, конечно, не на вам. Но истинный вызов современности, состоит в том, что мы должны заново открыть путь глубокой молитвы, который приведет нас к опыту единства и подальше от поверхностных отвлечений и поверхностного благочестия связанного с жалостью к себе. Сегодняшний вопрос по сути звучал всегда. Как молиться на таком уровне? И ответ может быть получен не в виде идеи, а исключительно в виде самой нашей жизни, а в случае самого жизни. Я прокомментирую немного. В православной церкви есть такой термин ортопракция, который намеренно отделяет, который так отделяет специально, в специальный способ, теоретизирование от практики. Часть теоретичная от практичной. И показывает связь между ними. А также показывает связь между ними. Далее отец Джон говорит. Самый простой способ ответить на вопрос, как нам молиться, может быть найден в словах святого апостола Папла. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас, воздыханием и неизвечебными. Христиане свободны от каких-либо сложных вопросов, связанных с молитвой. В силу откровения о том, что мы называем своей молитвой, есть не что иное, как вхождение в молитвенный опыт самого Иисуса. А есть то ничем иным, niż веще в молитвенное doświadczenie самого Иисуса Христа. Это тот личностный опыт Иисуса, то есть особистые такие doświadчения Пана Иисуса, которые мы обнаруживаем в сердце, которые мы отнаидуем в сердце, каждого человеческого сознания, каждого людского умыслу, в качестве вечной реальности присутствия, в каком вечности вечной такой же чрезвостости, в каком вечности. Все поиски некого тайного знания, всескрытых путей учения, становятся излишними, так как главный секрет уже открыт, потому что главная тайница есть уже нам открыта. Тайна – это Христос в тебе. Тайна – это Христос в тебе. Итак, в молитве мы не стремимся к тому, чтобы что-то произошло. Ведь все необходимое уже произошло. Потому что все, что нам нужно, уже отбыло. Мы просто осознаем то, что уже и так есть. Мы просто осознаем то, что уже истинно уже есть. Совершая путь в глубину, в единение сознания со Христом. А, подражаясь в главе единой и в чудо нашего собственного творения. И в чудо нашего створения. И тогда тюрьма сосредоточенности на себе. И тогда уже вяжение этой концентрации на самих себе, не дающая нам пуститься в этот путь, уже не сможет удерживать тех, уже не встанет удерживать тех, кто знает, что мы имеем ум Христов. Которые знают, что мы имеем ум Христов. Это очень глубокие слова отца Джона. Те слова отца Джона Но поскольку я сегодня буду говорить о том общем, что есть между современной традицией, отца Джона Мэйна и классической мудростью христианского Востока, то я бы добавил еще одну краткую цитату из наследия православной традиции корректнее нашей общей традиции. Это преподобный Исаак Сирин. То есть чьи годный Исаак Сирин. Постарайся войти во внутреннюю сокровищницу свою. И узрежь сокровищницу небесную. И собачишь там скарб небесный. Ибо и то, и это одно суть. И одним входом видишь ты их обоих. Лестница в царстве, оно внутрь тебя сокрыто. Драбина та до кролестства есть укрыта ве внутрь тебе. То есть в душе твоей. То значит в твоей душе. Омой себя от греха. Умойся от греха. И найдешь там степень восхождения. По которым можешь взойти в него. По которым можешь вспомнить себя до него. Итак, дорогие, мне приятно сегодня. Więc я с меня сегодня очень мило. С Божьей помощью говорить о христианской медитации. С Божьей помощью говорить о медитации христианской. В традиции бенедиктинского монаха и священника. В традиции бенедиктинского монаха и священника. Какой она видится с точки зрения служения православной церкви. Мы говорим о вещах родственных. Родственных для православной традиции. О вещах, которые выходят, выводят православную церковь. Из христианской изоляции в мире. Мы говорим о вещах, которые являются мостиком для построения подлинного межхристианского единства. Более того, практика христианской медитации уже напрямую иллюстрирует утверждение кардинала Вальтера Каспера о том, что мы не создаем никакого единства, а созерцаем его, открываем его для себя, потому что оно уже существует. Мы не изобретаем единство. Мы открываем то, что уже есть реальность. В Божьей воле. В Божьем промысле. Вообще могу сказать, что интерес людей друг к другу... Вообще могу сказать, что интерес людей друг к другу возрастает только там, где есть молитва. Это очень важное утверждение. То есть, очень важное такое утверждение. Потому что экономическое движение... Бо рух экономичный... Иногда не строят на этом утверждении. Часами не есть вбудованы на этом таком утверждении. Но где есть молитва... А где есть молитва... Там возрастает подлинная любовь и общение. Там возрастает правдивая милость и коммуникация. А это общение высокого уровня. Есть такая коммуникация под джемом очень высокого. Когда Святой Дух и Божья Благодать способствуют общению... Когда Дух Святый и Ласка Божия уладает нам эту коммуникацию... То молчание может быть красноречивее любых слов. То мельчание может быть больше вымолвным, а не было яких слов. Люди могут найти между собой общий язык. Люди могут найти такие за собой общий язык. Не потому что у них есть общие традиции или обычаи. Не для того, что у них есть общие традиции или обычаи. Или общее главенство епископов. А потому что происходит общение и единение сердца. А потому что происходит общение и единение сердца. Бывает трудно представить. Но есть примеры миссионерского служения. Но есть примеры миссионерского служения, когда миссионер не знает языка. Например, монахиня Гавриэлия, которая работала в Индии, в то же время, как и мать Тереза. Она не знала местного языка в Индии, но она знала язык служения, язык любви и милости и только одно слово на местном языке. И только одно слово в языке этого Тереза. Да. Так. 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 Люди объединены по умолчанию тогда... Люди объединены по умолчанию тогда... Когда они в центре своей жизни... Когда в центре своего жизни... Ставят Христа. Умещают Христа. Ставят Бога и Мудрость Его. Умещают Бога и Его мудрость. Которую Бог даёт как дар. Которую Бог нам даёт как дар. И используют эту мудрость для того, чтобы жить в любви. И корzystаем с этой мудрости, чтобы жить в милости. Для нас жить в любви – это общинная жизнь. Для нас жить в милости – это жизнь в спорноте. И мы можем расширять границы общины. Можем расширять границы спорноты. Но почему я говорил об изоляции? Потому что изоляция агрессии к другому. Или самоизоляция. Это прямое следствие разделения между христианами. И следствие не выполнения воли Бога. Все церкви хороши. Но пока нет единства. И поэтому воля Бога не выполнена. Все созерцательные практики существуют для того, чтобы поставить Бога на первое место. Его Слово и Его волю. А нашу волю. Наши страхи. Наши обавы. Наши интерпретации. Наши интерпретации. Посвятить Богу. Отдать волю Бога. Отдать волю Бога. Поставить на второстепенное место. Которое бы зависело от первого источника нашей духовной жизни. И так традиция отца Джона. Предполагает внесение элементов созерцания. Древнего монашества. В обход современного христианина. Христианина современности. Живущего в ускорении темпов жизни. В секулярном мире. В секулярном мире. Православная церковь сохраняет и обладает богатыми традициями созерцательной духовности. В Польше не все легко могут познакомиться с этим опытом. Но православная церковь неизбежно сталкивается с проблемой. Неизбежно к костюм православным. Когда пропасть между древностью и современностью. Когда пропасть между старожидностью и современностью. Становится все больше и больше. Станет себя гораздо больше. Как я понимаю, этот же вопрос решал Второй Ватиканский собор. Для католической церкви. К примеру православное богослужение. По мнению многих представителей духовенства. Оно тоже нуждается в реформировании. Последние изменения в православном богослужении. Остальные изменения в литурге православной. Происходили где-то в веке 11-го. Поскольку древний монашеский устав на сегодня непонятен людям. Он тягостен для современного человека. На мой взгляд. Медитативная практика нашего сообщества. Практика медитационная нашей сообщества. Является реальным ответом для многих верующих. Которые с ее помощью могут вернуться к целебному источнику созерцания. Перед православной церковью стоит одновременно и простая и сложная задача. Она является обладательницей огромного опыта. Используя, которое можно привести к Богу решительно любую душу. Но с другой стороны. Без этого созерцательного опыта. Она не осознает свое сокровище. На сегодня она поставила себя в условия. При которых этот опыт не используется в повседневности. Притом большей частью православных христиан. Значит задача простая. Нужно возродить созерцательное измерение духовной жизни. Смиренно приглашает Дух Божий. И животворяющий. Чтобы он просветил людей. Чтобы показал им сокровища ранних веков христианства. Как способ именно современного служения. Сегодня, если христианин не откроется животворяющему духу. Он не сможет ни духовным. Ни физически. Ни психологически. Ни социально. Понять все то, что за многие века собрала православная церковь. Православная церковь считает свою историю. Как и католическая церковь. Тысячелетиями. Исчисляем тысячелетиями. Сегодня в церкви мы опираемся в первую очередь на литургическое служение. И как я уже сказал, без созерцательного опыта. Без созерцательных традиций. Восточную литургию совершенно невозможно понять. Если римская литургия очень простая и понятная. Может помочь человеку. Разумно и осознанно служить. Православная литургия чуть другая. И без понимания совершать ее. В общине народа Божьего. Сложная и невозможная. Но какие особенности? Бизантийская литургия очень пышная. Торжественная. Я бы даже сказал театрализованная. И если у общины не состоится. Реально осознанная встреча со Христом. Живое внутреннее. Такое живое и внутреннее. То одной этой пышности. И театральности. Яркости. Явно ни на что не хватит. Поэтому люди часто уклоняются от церковных богослужений. Если это Запад Украины. Например, если это Запад Украины. Ходят по привычке. Если это мой регион. Южный. Вообще не ходят. Устают от богослужения. И это следствие того. Что утрачены основы и традиции созерцательного опыта. Можете себе представить. Что для меня как для православного священника. В таком контексте. И в таком смысле. И в таком смысле. Означает работа нашего сообщества. То есть работа нашей совместницы. Поэтому один из известных православных духовников. Игумен Григорий. Настоятель древнего монастыря Дахиар. Который на горе Афон. Однажды сказал свою известную и горькую фразу. Все самое важное и не ценное. У православных пылится на полке. Одной из форм покаяния. Метанои. Для современных христиан. Может стать именно изменение отношений к созерцательному опыту древних пустынников. Может быть изменение такого настроения до контекционного doświadczenia старо-житных пустынников. Такую цель стал перед собой и отец John May. Это очевидно. Такой цель стал перед собой отец John May. Конечно. Я сегодня хочу сказать больше о православии. Есть очаги созерцательной жизни. Есть такое понятие благоговейного молчания. Священного ужаса. Священного страха. Которым сопровождалось момент преосуществления даров. Монахи в этот момент тоже пребывали в молчании. Почему я говорю о сирийской традиции? Потому что традиция православной церкви много переняла из сирийского и палестинского устала. И четвертый момент причащения. Четвертым пунктом есть момент коммунии святой. Завершение службы. То есть закончение службы. Все четыре пункта идеально восприняли бы паузы, молчание. Но у нас они могут проходить быстро и шутно. Для меня было большой радостью узнать, что именно так евхаристическое служение воспринимал отец Джон Мэйн. Мы были вместе на службе с отцом Лоуренцем Фриманом. В Украине, в Житомире. И он использует моменты созерцательного молчания во время мессы. И отец Лоуренц использует эти фрагменты контемпорационной тиши, 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 мельчения в ciąгу Всесвятой. Это то состояние, которое мы называем молитвенное молчаливое присутствие. И все, что делали отцы, создавшие Литургию Востока, все жесты, символы и образы. Современным человеком переживаются по-новому. Время, пространство, географические расстояния, все это растворяется. Уходит. И становится здесь и сейчас. К чему бы мы ни прикоснулись в нашей традиции, все исходит исключительно из созерцательного опыта. Я ходу перед Богом. Пребываю перед Ним. И только Он может наполнить меня. Я видеть меня как путь. Я видеть меня как дорога. В мое и в наше общее будущее. Когда есть Его присутствие. Тепло и свет. То любое сердце успокаивается. Страх уходит. Уходит демон войны и противостояния. Жесткого контроля. Желанным становится единство в любви. Глубокое и содержательное общение с людьми. И конечно же литургия в храме. Сегодня в обществе очень часто обсуждается тема войны и конфликтов. Сегодня гибнут люди на святой земле и в Сирии. В Африке и на востоке Украины. Церковь засыпает вопросами об этом. А церковь спрашивает. Можно ли объединить молитвенный и литургический опыт. С проявлениями агрессии и ненависти. Ответ очевиден нет. Невозможно в молчании созерцательной медитации допустить самоизоляцию и эгоизм. Гордыню и тщеславие. Которыми всегда питают себя любые агрессоры. В любой ситуации. Как говорит Христос, что может быть общего у тьмы со светом? Как говорит Христос, что может быть общего у тьмы со светом? Поэтому будущее церковных общин. В том, чтобы отдать Богу себя. В надежде на то, что Бог совершит свою волю. Учитывая конечно же и нашу волю. В нас через своего сына. Мы же можем через практику молитвенного молчания мы можем открыть для себя глубину дара единство мыслей и душ и суть подлинного триединства Бога. Мы снова возвращаемся к идее кардинала Вальтера Каспера. Что молчание и молитва молитва сердца возвращает нашу дружбу. Нашу любовь. Нашу любовь. Нашу милость. Мое и ваше общение. Нашу коммуникацию. Нашу коммуникацию. Нашу з вами даже. Истинную. Правдивую. Зо всеми нашими недостатками. З такими нашими, может… Браками. Браками. Вашими и моими. Вашими и моими. Может 10 6 часов. На самом деле, мой доклад больше. Отец, по-просто, więcej написал. Бездуже więcej. Но, в смысле, уже есть выповеденный, на самом деле. Но я от себя додаю, что артикул, который написал Отец, мы его можно выслать, чтобы его можно было читать до конца. Двух версий, как по-российски просим и по-polскому. Не, я говорила, что по-polскому сделаем это. Но чтобы тоже была версия росыська, хорошо? Не, конечно, будет. Конечно, будет. Потому что есть, уже написано. По-русски, да? По-русски. Есть по-русски и будет по-украински, по-polскому. И все будет. Хорошо. Ну, теперь можно несколько слов на закончение? Да, да. Я скажу с удовольствием несколько слов, чтобы не утруждать переводчика. Мое сердце, как христианин, как православного священника, горит любовью к каждому из вас, к этой прекрасной стране. К этой прекрасной церкви. Ко всем ее орденам. Ко каждому закону. Ко всем традициям. Для меня большая радость и честь. Несмотря на языковой барьер. Просто наблюдать за вами. Смотреть и видеть, что вы вместе. Жесть еще раз. Вместе в молитве. Разом в молитве. В молитве литургической. В молитве литургической. У себя в Херсоне. У себя в Херсоне. Я всегда молюсь. За всех участников нашей общины. Наш архиепископ, Дамьян, высокое мнение о идеях этого сообщества. О идеях нашей общины. Он екуминист. Поддерживает дружбу и общение со всеми. Он есть по стороне приязни и коммуникации между нами. Не все живут так. Но мне повезло. Что я имею свободу. Свободу передвижения. Свободу общения с вами. В этом сердце. У престола, где я служу. Олтаржах. Олтаржах, где служу. Олтаржах. Вот. И это хвала. Я с тобой. Яско губи. Водославилась осу. Отец Анастазы. Отец, все понимаем в оболском, потому что он учился в Киеве на университете Святого Томарса У джедрия С сердца, в сердце мы зажигаем, счастливы, рады, что Отец было так много километров, чтобы быть с нами Узы Крэмсу в оцах Когда мы начинали нашу сполноту В Польце, никому из нас не щило Что Облатом бедытинским Застает православный капуан Это Эвенемент И Найлепший довод того, как наша сполнота Пребия себя И выходит по-за певне Схематы И дякую Богу Дисай, что Отец есть с нами И наоборот останем в контакте И в этом духовом И приятельском Бог за плачь еще раз